Там вы выслали к нам взвод. На подкрепление? Ну да, мы пойдем с ними вместе. Сейчас Сказали, 10 человек там привезут. Ну, 11, 10 человек, 500, один офицер. Вот вместе будет 22 человека. Нет. Да тут нет, никто меня не спрашивает, хочу или нет. Переведите другую бригаду, переведите другую бригаду. Никто не будет переводить. Короче, сказали, что вот вам действовать в составе одного огнеметного злода. Только хуй знает, оттуда каждый день выносят и выносят. Сколько мы там действовать будем, наш злод, пока непонятно. Может, два месяца, может, два часа, блядь. Домой билеты не всем раздают. Кому как карта ляжет? Хуй знает. Тебе хорошо, блядь. Она пока вот там, куда, блядь, пойдем, пока еще никому хорошо не легла. Да хреново, блядь, то, что в баню не повезут. Мы, блядь, до деревни хотели добраться. Там говорят, типа, в каждой деревне прокурорчик есть. Типа, ну, отделение прокуратуры. Мы-то, видишь, думали, туда доберемся, как бы, и там уже будем резать. Хуй знает каждый день так, что, блядь. На днях снайпер нас обкладывал, блядь, 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 бля Ходили, сидели бы, блядь, там, ебаную, блядь, 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 самую сараку моя родная. Я же по-другому не... Ну, уже все, невозможно это все терпеть, блядь. И как денег? Вот ты утром сказал, что тебя на передок отправляют, блядь. Хотя ты уже на передке, тебе в принципе уже больше так, как бы, ну, некуда, блядь. Тут такая новость, думаешь, блядь, а, ребят, у меня бы только хоть такие, вообще свои полгода, мне ебануся. И я говорю, с комбатом разговариваю, он говорит, парни, у вас некого, у меня дети, у меня нет больше сил.